Три вопроса, чтобы найти свое предназначение. Что бы я делал, чем бы я занимался, даже если бы мне за это не платили деньги? Например, я бы выпивал алкоголь, или курил сигареты, или играл за компьютером. Я каждое утро подрываю из постели летящей походкой. Бесит в этом мире, в жизни, что меня раздражает, блин. Бесит, что футболисты зарабатывают много денег. Наверное, что правительство там ворует деньги. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов. Я психолог, эксперт в отношениях. И прямо сейчас я озвучу три вопроса, которые когда-то помогли мне найти дело своей жизни, свое любимое дело, которым я с удовольствием занимаюсь. Итак, первый вопрос. Что бы я делал, чем бы я занимался, даже если бы мне за это не платили деньги? Важно уточнить. Не просто чем бы я занимался бесплатно. Цель не в смысле чем-то заниматься бесплатно. Именно такая формулировка. Чем бы я занимался, даже если бы мне не платили за это деньги? Например, может быть, ты уже это делаешь? У тебя есть какое-то хобби. А может быть, этого и нет? Может быть, ты рисуешь? Может быть, ты танцуешь? Я сейчас, конечно же, не беру в учет какие-то вредные привычки. Например, я бы выпивал алкоголь, или курил сигареты, или играл за компьютером. Или бы сидел, не отлипал бы в инстаграме. Я сейчас говорю не про что-то деструктивное. Как я у себя определял? Я бы подумал, что мне реально интересно, где, куда я стремлюсь идти. Мне было всегда интересно куда-то там вариться в обучении. Да, вот у меня, даже если бы мне не платили за это деньги, я просто бы постоянно тупо бы учился. Учился, 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 учился. И также я понял, что для меня, мне после каждого обучения, у меня было такое, знаете, осознание, что, блин, как хочется, чтобы это понимание было не только у меня, но и у многих людей. Блин, как хочется, чтобы вот то, что я сейчас понял, поняли это больше людей, ведь это их жизнь. Это их жизнь может сделать лучше, проще, счастливее, осознаннее и так далее. Поэтому еще раз вопрос, что бы я делал или что бы я делал, даже если бы мне за это не платили деньги? Это первый вопрос. Второй вопрос. Что бы я делал? Вот давай представим, что у тебя есть материальные цели, все закрыты. Ты можешь купить любое платье, любой дом, любую квартиру, любую машину. Ты понимаешь, что до конца дней ты больше ни в чем не нуждаешься финансово. То есть, все, ты все можешь, замок, самолет. Свет, давай вертолет купим. Вот все можешь. Вот чем бы ты занималась? Да, можешь сказать, да, я просто бы тратила деньги. Нет, так кажется. Чем бы ты занималась, даже если бы у тебя был миллиард долларов, чем бы ты занималась, что бы ты делала, делал. Сначала надо пожить для себя. Купим яхту и новую машину, даже две. Я также себе отвечал, что я бы занимался бы обучением. Я прекрасно понимаю, что даже когда я стану миллиардером, я все равно, моя деятельность будет связана с обучением, с тренингами. Я буду сам учиться, я буду бесконечно пост... Мне... Я кайфую от этого ощущения, когда рамки личности расширились, когда потенциал еще больше раскрылся. Подумай, что у тебя. Что бы ты делать, даже имея миллиард долларов? Ты бы рисовала, вышивала, не знаю, там, может быть, ты помогала бы людям чем-то, в чем-то. И пойми, вот ответ, я бы занимался или занималась бы благотворительностью, но это не совсем ответ. Это не совсем про деятельность. Ведь, конечно же, имея миллиард долларов, конечно же, ты просто бы перечисляла деньги на счет, да, к нуждающимся. Но это не совсем про это. Это не совсем про это. Или я бы смотрела фильм и тупо сидела. И тут важно понимать, мне кажется, ответ не должен быть связан с деградацией. То есть, если я буду тупо сидеть в инстаграме, это же деградация. Но, например, это может быть, ответ может быть связан, я бы путешествовала, да, я бы узнавала новые страны. Два билета в Париж на сегодня. Например, путешествие, узнавание новых стран, это не про деградацию. Но, например, я понимаю, что мне путешествия, ну, я во многих странах был, и я понимаю, что путешествие это не мое. Путешествия, я не кайфую от них, и мне нравятся путешествия какие, с которыми вот я недавно прилетел, да, я был на Бали, и там было обучение, и я там учился неделю. И это было для меня супер классное путешествие. И опять же, вот у меня везде проскакивает это слово обучение, учиться, учить. И следующий важный вопрос, который мало кто вообще об этом задумывался, мало кто знает. Что мне не безразлично? Что я считаю в этом мире абсурдным? Что меня даже, может быть, бесит в этом мире, в жизни? Что меня раздражает, блин? Например, это может быть, вот я приведу на себе пример, мне просто убивает изнутри, когда я вижу, как родители неправильно воспитывают своих детей, как они убивают самооценку своим детям, как они свои комплексы своим детям перегружают, сами того не понимая. Например, мне вот это сильно не безразлично, когда я это слышу, когда я это вижу. Например, мне не безразлично то, как мужчины и женщины строят отношения. Мне не безразлично, как родители, мама, папа, воюя между собой, опять же влияют на будущее ребенка. Ну и понятно, само собой, на свое будущее. И как это потом передается через род, через поколение. Эти комплексы, эти ограничения, эти страхи, это несчастье. Вот это мне очень не безразлично. Мне, например, не безразлично, когда я читаю, где-то попадается мне статья какого-то психолога или автора, и он учит манипуляциям, он учит, или там, например, какой-то тренер говорит, что вот, если ты хочешь, чтобы быть счастливой с мужчиной, нужно, чтобы он много вкладывался. Если много мужчина вкладывается, тогда он тебя не бросит, никуда тебя не денется. Ну, блин, ну не в этом суть, не в этом соль счастливых отношений. Когда я это вижу, когда я понимаю, что это читают многие девушки, они это принимают за истину, мне больно, мне не безразлично. Например, я не могу сказать, что мне, кто скажет, мне бесит, что футболисты зарабатывают много денег. Ну, это не совсем правильно, ну, зарабатывают и зарабатывают. Им же от этого хуже никому, они же плохо никому не делают. Или ты можешь сказать, что меня бесит, например, что правительство там ворует деньги. Но это тоже не совсем про это. Может быть, тебе не безразлично, например, экология, или не безразлично то, как люди там, я не знаю, там занимаются, делают ремонт в квартирах, и как они делают это некачественно, да, или как люди неправильно питаются. И опять же, это не значит, что должен быть какой-то снайперский выстрел. Ответ такой, о, пришел, все, я понял свое предназначение. Мало его понимать, мало его найти. Ведь у большинства людей живут не по своему предназначению, не только лишь потому, что они не понимают свое предназначение, но при этом потому, что количество страхов такое, что человек себе не разрешает двигаться по этому пути. Одно дело понять и осознать, а другое дело еще вырасти до этого уровня, чтобы позволить себе этим заниматься, чтобы себе разрешить, чтобы раскрыться в этом. Но когда-то я понял, что мое дело это учить, учиться, быть тренером. Я думал, блин, а чему учить? А как? А что? В смысле? А я ничего не знаю, ничего не умею. Мне тогда было там 22, когда я это понимал. Но я двигался по пути, я искал, я пробовал. И это не значит, что завтра же ты будешь двигаться по этому пути. Важно задумываться об этом. Важно проторивать тропинку к этому. Но еще при этом необходимо понимать, что одно дело понять свое предназначение и двигаться по нему. А еще следующий момент это уметь на этом зарабатывать деньги. А еще уметь так, чтобы люди были готовы, ценность, которую ты можешь дать человеку, обменять это на деньги. Это еще следующий навык. Ну и также, я думаю, отдельное видео запишу на эту тему, которую важно понимать, что предназначение это не волшебная таблетка. Когда вот, у меня мифы есть, знаете, такие, что вот, если я нашел свое предназначение, я каждое утро подрываю из постели летящей походкой, я замотивирована, у меня нет лени, у меня нет ограничений. Это не так. Там все это тоже все равно есть. И я считаю, что особенно для девушки, ну и для мужчин тоже, все-таки важно стремиться к тому, чтобы заниматься любимым делом. И при этом, любимое дело, это может быть собственный бизнес, через собственный бизнес. Это может быть через построение карьеры, да, какой-то, но на любимом деле. Могут быть разные формы. И если человек понял, что, я, например, мое предназначение быть учителем, ведь учителем можно быть по-разному, правда? Можно учить через видео, можно учить через посты в Instagram, можно учить делиться через статьи текстовые, тебя никто никогда в жизни не увидит. Предназначение это постоянно, оно меняется, Форма постоянно меняется, постоянно улучшается, кристаллизируется, если есть такая задача. Не советую над этим сильно заморачиваться, но советую, чтобы ты все чаще задавала себе вопрос, какой же твой путь. И поделитесь, пожалуйста, прямо сейчас в комментариях, кто из вас уже нашел свое предназначение, по какому пути вы двигались, двигаетесь, а кто еще, в принципе, только лишь в поисках. Также я приглашаю тебя на бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция». Потому что, мне кажется, один из путей женщины – это также реализоваться, как женщина. А женщины, одна из форм реализации, как женщины, это также тоже касается отношений. Если для тебя в этом вопросе важно прокачаться, быть счастливой, классной женщиной, которая умеет строить действительно счастливые, классные отношения, тогда прямо сейчас под видео кликай по ссылке и успей записаться на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Если это видео было для тебя полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и до встречи в следующих видео. Пока!